друзья мои всем огромный привет пожалуйста те кто на меня подписан не забывайте лайкать мои видео нажимать кнопку колокольчик чтобы не пропускать выход моих новых видео это очень важно поскольку так работают алгоритмы youtube и еще проверяйте настройки проверяйте подписки потому что я уже не от одного человека слышала что youtube может просто так сам отписывать от каналов почему так происходит непонятно но вот такое может быть поэтому все проверяйте первое с чего сегодня хотела бы начать это то что у вас 5000 человек со мной подписчиков на моем канале не знаю много это или мало моему каналу чуть меньше трех месяцев а вас 5000 спасибо каждому из вас я вас периодически благодарю за вашу обратную связь которая реально есть я вам уже не так давно говорила да что мне периодически всплывают каналы каких-то блогеров которые тоже также рассказывают парфюмерию там про косметику про уход неважно и там просит чем-то поделиться просит обратную связь а там каких-то 4 5 6 комментариев а вы мне действительно пишите это для меня очень ценно также цену то что вы советуете какие-то новые ароматы которых не знаю я и с которыми я либо знакомлюсь если у меня есть такая возможность если они они у нас представлены либо что-то записываю когда будет возможность да обязательно познакомить ну либо закажу от levante в общем еще раз я вас благодарю от всей души буду дальше творить свой контент дальше радовать вас ну в общем едем как едем следующий значит момент который я считаю тоже тесно связан с раз уж пошла сегодня такая тема да мне тут в комментариях недавно писали и спрашивали как я завела свой канал как этого дошла и была ли у меня неуверенность в общем неуверенности у меня не было вообще от слова совсем я далеко не неуверенность себе человек можно сказать что я сам уверенный и не из рубких и вот так вот я как-то проснулась в один день у меня конечно периодически возникал эта идея но вот так вот в августе я проснулась решила и решила что я хочу завести свой youtube канал скорее мне было первое время непривычно очень непривычно да потому что камера ты в ней разговариваешь тебе еще нужно что-то показать что-то рассказать как-то описать это конечно было да ну и плюс все технические моменты это выставление света выставление экспозиции ракурс особенно монтировка видео это тоже это очень кропотливый труд вот мне кто-то писал да спасибо за ваш труд действительно нелегко смонтировать видео а если например видео присутствуют какие-то картинки а если она не одна так это вообще то есть все далеко не легко и просто как может казаться но это мне приносит большие плоды я это вижу сама поэтому я это делаю все с большой радостью с большой благодарностью к вам и просто в свое удовольствие я стала сейчас чаще снимать видео просто потому что мне от этого прет мне это очень сильно нравится вот как-то так сегодня мы с вами поговорим про ароматы которые уместны на мой взгляд по моему скромному мнению всегда и везде конечно это всего лишь на все мое мнение оно может расходиться с вашим тем не менее я так думаю вы знаете что в большинстве своем мои ароматы они все плотные густые напористые резкие вызывающие но наверное процентов 70 меня таких 75 и мне было тяжело достаточно тяжело выбрать те ароматы которые подадут всегда везде и сегодня я специально не стала вставлять какие-либо картинки а решила вам рассказать про те парфюмы которые есть именно в моем парфюмерном шкафу возможно дальше может быть если эта тема покажется вам актуальной мы сделаем продолжение видео и первый аромат с которого сегодня начну это относительно мой новый аромат я вам его еще не показывала экс неила мой первый аромат от марки экс неила аромат называется ветивер молоко вы знаете что я говорила у меня сложные напряженные отношения с этим парфюмерным домом что все их ароматы мне не нравятся они меня не прельщают они какие-то ну с натяжками что вот прям вот ах и мне понравилось или чтобы я поносила мне понравилось нет такого аромата не было ветивер молоко у меня был в арома боксе древесным от рандеву на который у меня не так давно был обзор и если вы помните если вы смотрели я когда рассказывал про этот парфюм я сказала что он мне нравится но я не могу пока понять своих эмоций по отношению к нему что мне нужно будет еще поносить я его сносила он мне понравился но самым решающим так скажем стало то что мой муж просто захвалил этот аромат я не знаю почему и чем он ему так понравился он мне просто раз 500 наверно сказал боже как он классно пахнет с твоей кожей но если честно это подкупает и естественно я заказала себе этот аромат этот аромат ко мне пришел как всегда с сайта интернет-магазина косметики и парфюмерии рандеву я им доверяю я уже не раз говорил там продается только исключительно оригинальной косметикой парфюмерии то есть вы можете быть уверены ссылку на этот аромат я оставлю под видео кому интересно посмотрите ну и как всегда я оставлю свой промо код также в описании под видео на скидку 10 процентов которые суммируются с другими акциями скидками на сайте вы мне пишите достаточно часто что вы им пользуетесь его применяйте пожалуйста на здоровье у меня флакон объемом 50 миллилитров мне в принципе понравилось оформление у марки ex nihilo у нее даже есть паспорт на ароматы что мне нравится во первых то что аромат не повторяющийся в моем парфюмерном шкафу у меня такие приветствую жиров мало это раз во вторых мне очень нравится что он политкорректный таких ароматов моем шкафу тоже мало это два и мне очень нравится распыление у этого аромата но у него мелко дисперс не знаю будет ли вам видно но она прям очень мелко дисперс на это очень круто в целом это очень приятный достаточно такой мягкий древесный фужерный аромат он достаточно спокойный и никакой явной молочности про которую все говорят много очень у него отзывов что это такая древесина который утопает молоке да еще с ванилью ничего этого подобного на моей коже нет я не вот не пойму то ли я дура то ли лыжнее пожалуйста те у кого есть этот аромат те кто им пользуются те кто с ним знаком напишите мне в комментариях как он на вас раскрывается мне будет очень интересно почитать лично на моей коже эта история однозначно про ветивер такой немножко свежий на старте сухой терпкий яркий колки но это только на старте то есть после того как аромат начинает саживаться на кожу он смягчается он становится более округлым и на мне вылазит кипарис с горчинкой но очень легкой едва вот уловимость моей кожи то есть так сказать чтобы аромат прям горчит нет я вот так вот не могу я в нем еще слышу прохладу и хвойность как будто бы это прохлада хвойного леса свежесть вот как-то такой вот какой такой он для меня то есть никакой сладости ванили молочности явно я не слышу хотя да здесь есть нота молока она здесь заявлено но мне кажется что просто какая-то связка нот в один момент дает аромату прям такой супер округлости какой-то мягкости но вот прям вот сливочные подтоны нет возможно это скорее больше какая-то легкая кремовость и то это если очень очень сильно прислушиваться и принюхиваться к нему он для меня такой достаточно строгий аромат политкорректный никого не задушить никого не приду всегда везде будет уместен если вы любите древесные пужерные ароматы но при этом не любите термоядерные ароматы которые просто своим шлейфом заполняют все вот присмотреть xx неила ветивер молоко по стойкости он тоже такое достаточно средний следующий аромат это шанель шанс тендер у меня версия в туалетной воде который уже заканчивается у меня был объем флакон 35 миллилитров и вот осталось ну кот наплакал и так жалко что он заканчивается потому что он так дорого сейчас стоит честно жалко за него отдавать такие деньги но этот аромат со мной на протяжении же стольки лет каждый раз когда мне заканчивается я его либо сразу либо через какое-то время обязательно повторяю в общем шанель шанс тендер это прекрасный цветочный фруктовый аромат настолько женственно столько жизнерадостный настолько позитивный настолько звенящий здесь для меня история про айву с кислинкой яблоко с лепестками жасмина и все это покрыто полито цитрусовым соком воспринимаю больше как свежак потому что на фоне всех моих ароматов моем парфюмерном шкафу он именно такой есть на все нам на фоне всей моей термоядерной артиллерии очень люблю его базу неповторимую шанель вскую здесь такой чистый мягкий пудровый мускус и кедр очень элегантный аромат очень женственный очень позитивный мне кажется будет уместен всегда и везде красив в любой сезон будь то осень зима лето весна универсальный в общем парфюм и зимой я его раньше любила носить зимой он больше такой хрустальный немножко колки звенящий летом я в нем больше слышу фруктовости и пудровости именно мускуса он достаточно стойкий ну как ну вот мне кажется что раньше версии были более стойки вот лет семь назад у меня была туалетная вода так она была по стойкости весь день сейчас конечно на мой взгляд стойкость убавили стойкость мне кажется часов 5-6 на моей коже шлейф он не явный он не будет все заполнять он очень политкорректно но такой достаточно летящий следующий аромат это жузе айзенберг и вы знаете я тоже его воспринимаю строгим он для меня строгий аромат как вот и экс неила которая вам показала мой новый вот жузе айзенберг почему-то у меня вызывает тоже примерно такие же эмоции такие же ассоциации здесь очень красивая лаванда и вообще этот аромат про лаванду он такой интересный он на грани мужской и женской в нем есть маскулинный подтон но на мой взгляд он абсолютный унисекс в общем на моей коже это лаванда вместе с кофе вместе с корицей и что мне очень нравится то то что в этом аромате есть вот игра двух контрастов с одной стороны это прохлада лаванды с другой стороны это теплые ноты вот кофе корица амбра тут еще есть классно интересно очень его люблю именно в прохладное время года в базе кстати он на мне так хорошенечко заслащивается и я слышу оттенок табачности он очень стойкий но при этом он не кричащий то есть него стойкость на коже хорошая но шлейф у него тоже не будет все заполнять он не будет каким-то сильно явным в умеренной дозировке два-три пшика он точно никого не задушит и мне тоже кажется что этот аромат в принципе подходит под любое событие будет всегда везде уместен и подходит ну можно сказать что наверно под любой образ следующий аромат это молекула эсцентрик 02 ну я думаю что многие знают это такая хорошая рабочая лошадка когда не знаешь что надеть когда уже тебе все надоело ты устал от каких-то сложных густых напористых ароматов или сладких летом например до в жару чтобы тебе освежиться чтобы какой-то был глоток свежего воздуха вот молекула эсцентрик 02 она реально универсальная она свежая звенящие хрустальные в дозировке 12 ну максимум три пшика это красота особенно в холоде особенно в мороз причем такой сильный мороз старт у нее цитрусовый такой прям яркий и на мне сладковатая морковка такая прям вот очень приятная свежая хрустящая потом вылазит ирис на моей кожи который так эту всю историю немножечко запудривает я бы даже сказала не то чтобы запудривает это какая-то припыльность или пыльность появляется в базе здесь на моей коже остаются деревяшки с вот с каким-то именно подтоном коры дуба люблю и обожаю ношу и зимой и летом по настроению зимой она больше как я уже сказала звенящие хрустальные переливающиеся летом она для меня спасение в жару как глоток свежего воздуха когда ничего не хочется особенно когда у нас например плюс 35 умри все живое вот молекула очень выручает еще очень мне нравится пользоваться и на отдыхе или когда я иду на пляж я тоже на себя наношу тоже классно и как я уже говорила рассказывала по моему в нескольких своих видео что я очень люблю ее миксовать другими ароматами особенно с парфюмом shiseido zen если вы не пробовали попробуйте они друг с другом прекрасно сочетаются и очень классный комплементарный микс получается и последний аромат на сегодня это the woods collection называется бренд а аромат называется твилайт это уже аромат для любителей туберозы для любителей цветочных фруктовых ароматов здесь тубероза очень красивая очень мягкая женственно не долище не оруще не выносящий мозг не кричащий и вот это вот все то есть в этом аромате вы этого не найдете здесь тубероза обрамлена фруктовыми нотами на мой нос это груша и цветами здесь и ланг и ланг и жасмин очень элегантный женственный округлый аромат сладковатый поначалу но присутствует все равно какая-то свежинка и воздушность в нем но ближе к базе базе по моему из тямбра ближе к базе он становится чуть-чуть погуще и чуть-чуть послаще но при этом в нем на мой нос присутствует оттенок какой-то кремовости или чуть-чуть слегка молочности вот в нем там в сравнении секс неил да например вот в этом аромате я это слышу абсолютно позитивные тоже жизнерадостный стойкий но не кричащий аромат элегантный достаточно политкорректный тоже мне кажется подойдет всегда и везде никто на него не фук нет никто не скажет что ой ваш парфюм сейчас все задушит нет это совсем другая история да в общем те кто любит туберозу фруктовую с цветами присмотритесь the woods collection twilight я знаю что этот аромат представлен этот бренд представлен золотом яблоке но там у нас тут каких-то очень конских денег особенно у нас и я знаю что эти ароматы есть на сайте в интернет-магазине рандеву ну в общем как то так на сегодня показала вам свои парфюмы которые я считаю уместными всегда и везде пишите мне согласны ли вы со мной что вы думаете про те ароматы про которые вам рассказала сегодня я какие ароматы у себя в своем парфюмерном шкафу вы считаете уместными которые можно надеть на любой случай под любое событие под любой образ мне будет очень интересно почитать а да и еще напишите мне напоминаю да у кого есть экснеила ветивер молоко напишите мне есть ли на ваш нос в нем лактонность как он ведет себя на вашей коже большое вам всем спасибо за внимание за то что вы со мной за вашу обратную связь за то что вас уже 5000 буду дальше вас радовать ладно в общем не будем сегодня затягивать всем пока